Здравствуйте, дорогие друзья! Мы встречаемся с Павлом Николаевичем Грудининым в совхозе именно Ленина. Я Максим Шевченко, за кадром вы будете слышать мой голос, но вот в кадре вы видите прекрасное лицо нашего дорогого друга и товарища Павла Грудинина. Павел, приветствую, во-первых. Сегодня мы ждали суда. Очередной был акт по неправедному, несправедливому отъятию результатов народного труда, коллективного труда, кем является совхоз имени Ленина, у народа и передачи его в руки рейдерских бандитских структур. Я просто их иначе назвать не могу. Но я вот приехал сюда специально, суд, я знаю, перенесли. Да что происходит сейчас вокруг вообще всей этой коллизии борьбы с рейдерским захватом совхоза имени Ленина? Это, кажется, типичная ситуация, я имею в виду с точки зрения рейдерского захвата, когда рейдеры, пользуясь судебную систему, судебных приставов, налоговую инспекцию, пытаются каким-то образом повлиять на руководство совхоза. Ну, во-первых, его опорочить, во-вторых, неправильное решение судов изъять собственность, взять контроль над предприятием, ну а потом, как обычно, они его разрушают. Причем недавно совершенно, по-моему, в ведомостях была статья о том, что 91 процент предпринимателей, ну и других экспертов, считают, что у нас опасно заниматься бизнесом вообще. И 71 из них считает, что судебная система, она не гарантирует справедливого рассмотрения вопросов и используется как, скажем так, именно системой для рейдеров больше, чем для защиты своих прав и интересов. И мы это наблюдали вот на протяжении всех этих двух лет, когда на нас подали в суд и различными путями, сначала через миноритарных акционеров, хотя было видно, что за ними стоят рейдеры, потому что нанять юристов, которые ходят в костюмах, которые равны заработной плате, пенсии всех этих вот так называемых миноритарных акционеров было невозможно. Просто ясно, что за ними стоят очень серьезные группировки и мы знаем, кто это. И в конечном итоге они добили своего, потом они вышли на мою бывшую супругу с ее помощью, как они уговорили, это отдельный разговор, изъяли часть акции у нас, опять же, совершенно незаконно. А после этого вот начали вот это дело про якобы то, что директор 11 лет назад нанес ущерб совхозу, хотя никакого ущерба совхозу я не носил, потому что все деньги пришли в совхоз. Несмотря на это они, пролоббировав через одного из руководителей Верховного суда, мы об этом тоже знаем, об этом говорил не только коллектив совхоза, мы писали письма Бастрыкину. Даже ты говоришь про лоббировав. Лоббизм в западной системе общества это вполне легальная речь. В данном случае, наверное, речь идет не о лоббизме, а о каких-то иных связях. Есть другое, есть коррупционная составляющая, где вмешательство одного из руководителей Высшего суда, Верховного суда привело к тому, что суд низшей инстанции принял решение абсолютно незаконное. Причем это обсуждалось и на высших коллекционной коллегии судья. — То есть известное имя, вы знаете имя? — Да, это Свириденко, Олег, по-моему, Михалыч. Об этом писала пресса, об этом известно. И просто мы и сейчас знаем, что он не оставил свою вот эту деятельность и продолжает давить на несостоящие суды для того, чтобы решение было не в пользу совхозу. — Они хотят получить с совхоза полтора миллиарда рублей, я слышал, да? — Нет, они хотят получить два миллиарда. Причем не они хотят получить, дело в другом. Иск состоит в том, что якобы директор совхоза Ленина 11 лет назад нанес ущерб совхозу на сумму два миллиарда рублей. И мы выиграли два суда, доказав, что деньги пришли все в совхоз, что никакого нарушения законодательства не было, что от этой сделки никто, кроме совхоза, ничего не получил. Несмотря на это, они, проиграв два суда первой-второй инстанции летом прошлого года, добились, ну, через Свириденко, отмены всех решений, возвращения в первую инстанцию. И первая инстанция за девять дней, по-моему, когда такого не было никогда, по тем же самым основаниям, причем тот же самый судья принимает диаметрально противоположное решение. — Вот когда вы говорите о ней, вот кто имеется в виду? — Это с компанией, которая принадлежит Рота Агро, так называемой, принадлежащей Саблину, это миноритар. — Саблин, напомню, это один из руководителей «Единой России», так называемый «Боевое братство». Полихата — это известный рейдер, который неоднократно, ну, о нем очень много можно почитать в интернете. — Друг Людмилу Нарусовой, Ксении Собчаковой. — Да-да-да, как раз. Они, кстати, мы обнаружили, что Саблин и Полихата входят в руководство одного общественного объединения, по-моему, поисковики России, то есть у них давние связи, ну, в общем, они занимаются одним и тем же. Если взять, например, вот этот наш район, то Саблин здесь захватил два предприятия, вот эта рота, и сейчас они уже отсутствуют, обанкрочены, земли отданы под застройку или заросли бурьяном, и все это видно, вся эта деятельность видна. Ну, скажем так, что производит Полихата, тоже известно, то есть захватив предприятие, он обычно их делит на куски и продает, ну, эти ребята, которые сейчас считаются элитой России. — Ну, каким образом они смогли инициировать иск по упущенной совхозам выгоде? Через каких-то акционеров? — Да, миноритарные акционеры, то есть люди, которые когда-то мной были уволены за воровство, за, ну, то есть отсутствие на работе, они давно, уже 25 лет являются акционерами совхоза, они всегда, как только начинается избирательная кампания... — Получали дивиденды все эти годы, да? — Да, они получали дивиденды, но сейчас половина из них сказала, что мы не акционеры, мы пайщики, у нас еще одно дело есть, все земли совхоза арестованы в другом деле, якобы у нас были пайщики, хотя у нас никогда пайщиков не было, мы это доказывали и доказали уже давным-давно, но когда власти нужно, некоторые суды проходят очень быстро, вот я вам говорил, в тени 9 дней, например, арбитражный суд никогда не рассматривает так быстро вопросы, а вот в нашем случае рассмотрел, или очень медленно, вот мы сейчас два с половиной года находимся в суде, еще первой инстанции даже к делу не приступил судья по иску так называемых пайщиков, которых у нас никогда не было, причем в реестре акционеров они все акционеры, значит, это дело рассматриваться в суде общей юрисдикции не может по нашим законам, оно должно быть переведено в арбитражный суд, но несмотря на это дело рассматривается, только потому что нужно арестовать все земли совхоза, а в другом деле их же коллеги, причем они одни и те же адвокаты ходят, одни и те же, ну скажем так, люди ходят на те и на другие заседания, я имею ввиду вот эти, они между собой очень хорошо знакомы, дружат, они выступают не как пайщики, а как акционеры, и там арестованы все акции совхоза, там заблокированы все возможности проведения общих собраний, они оспаривают все действия совхоза, ну как акционерного общества, то есть блокируют практически все деньги. Им пообещали деньги этим? Ну я думаю, что они не только пообещали, я думаю, что они прямо на зарплате, потому что ходить, ну человек, например, там есть пенсионеры, конечно, которые имеют свободное время, а есть люди, которые трудоспособны в возрасте. Давайте предположим, что у этих злодеев их задачи, их цели достигнуты, и то, что они хотят, что это каким-то образом осуществилось. Что будет дальше? Как только они получают контрольное предприятие, значит 50 акций, 50 процентов плюс одна акция, они меняют руководство совхоза. То есть у вас увольняются? Ну конечно, потому что пока я директор, застроить земли, изменить, скажем так, направление развития совхоза невозможно. И как правило, это всегда было и везде. Рейдер, который захватывает большую часть акций или там паёв, если это были когда-то паи, он меняет руководство, после этого начинает выводить имущество, как это, например, Саблин сделал с колхозом Горького. Он, как правило, в офшоры передаёт или там в паевые фонды закрытые, землю отдельно уводят, отдельно продают фермы, теплицы, бехмастерские, всё это начинают продавать за бесценок. Люди выгоняют, ну а потом то, что было с колхозом Горького леча. После этого, опять же, бездумные решения властей начинают застраивать огромные территории. Как правило, без канализации, без водоснабжения, без дорог, мы знаем, как это происходит. Ваши сады, клубничные поля, всё это будет уничтожено, всё это будет застроено. Сейчас 10 или там 12 лет назад то же самое будут наши соседи, два колхоза, они бы также были захвачены. Сначала разговор о том, что руководство ведёт себя не так, что мы придём заниматься сельхозпроизводством. Я сам Саблин на эту тему разговаривал, я был депутатом Московской областной думы по нашему округу, и он мне говорит, что всё, мы тут будем развивать сельское хозяйство, а потом вот то, что я говорил. — Это при Громове ещё было? Саблин же на допрос. — Взять Бориса Громова, бывшего губернатора Московского. — Я не могу сказать, взять он или нет, могу сказать только одно. Это действительно был советский к нему человек. — Да, это был советник, это зам его по боевому братству, это человек, который мне сам рассказывал, что очень многое сделал для Бориса Всеволодча в материальном плане. И поэтому он получил вот возможность вот это, получать руководство над предприятиями. Я знаю прям людей, которые участвовали в этом процессе. А после этого вот то, что было, то есть вот крупные хозяйства типа колхоза Горько — это был господинзавод, герой соцтруда руководил им. — Это 90-е годы какие-то? — Нет, это 2006-й, 2007-й, 2008-й, ну вот эти годы. Когда после... Вообще, на самом деле, нужно рассказать историю. В 2002 году был принят закон об обороте земель сходственного значения. И после этого земля стала товаром. До этого нельзя было распоряжаться землей. И в 2002 году начался процесс, когда все предприятия стали захватывать финансовые олигархические группы. Ну или просто бандиты. — Началась такая криминальная колонизация фактически нашей родины. — Начали предлагать покупать паи, доли, акции. Ребята с мешками денег бегали по территории. Их иногда прикрывали правоохранители, иногда ФСБ. Они осуществляли захват предприятий. Где-то уговорами, где-то тех директоров, которые сопротивлялись уголовные дела, возбуждали. Это был такой целый процесс. Вот. И после этого они, захватив предприятия, причем у нас в районе было их 11, не осталось ни одного, кроме нашего. Вот. Коммунарка, 21-го партсъезда, колхоз Горького, колхоз Ильича. Очень известные предприятия. Но тут совхоз московский, в том числе не без помощи боевого братства, лишился земель. Он оставил себе только теплицы. — Московский — это около Внукова. — Да, да, да. И все эти предприятия, вот, ну, там, коммунарка, например, Машкович, колхоз Горького вмещает Саблин. Ну, и там дальше можно перечислять всех этих олигархов. Потому что некоторые колхозники же не хотели ничего отдавать, но их заставили. — Заставили — это что значит? — Ну, понимаете как? Ведь можно же по-разному. Можно возбудить уголовное дело на председателя и после этого закончить уголовное дело, когда он согласился, подписал все документы. Можно сделать так, чтобы в наших судах проиграли все, без исключения, если это нужно. Потому что земля стала товаром и, естественно, перевод ее из сельхоз-несельхоз стал таким бизнесом для глав районов и для губернатов. — Как это вообще можно сделать? Вот на земле, которую годами вносились удобрения, на которые работали, которые распахивались, которые там оставляли, я не знаю, я не специалист, а там просит подпар, например, за которую ухаживали, вдруг переводят из сельхоз назначения в промышленное, допустим, или в какое-то иное, и застраивают домами. Вот как это делается? Вот этот вот фортепляс, я бы так назвал. — Во времени это растянуто так. Сначала губернатор только мог принять решение о переводе земель сельхоз-несельхоз. Но если ты советник губернатора, то ты можешь убедить губернатора, перевести огромные территории земли из сельхоз-несельхоз для строительства. А потом ты начинаешь это все продавать. Потом государство изменило механизм, надо было обязательно принять генеральный план, и только на основании этого генерального плана можно было переводить землю. Но старый механизм еще не закрылся, новый уже открылся и через советы депутатов районов, подконтрольные главы. Я не открою большого секрета, если расскажу, что у нас территории отдаются на кормление. Вот как когда-то царь давал губернии на кормление своим приспешникам, там как и сейчас происходило это все. Это происходит так. Губернатор получает на кормление территорию, у него есть районы, где тоже они отдаются на кормление. Вот наш район отдали саблину. И все в районе, он ставит своего главу, то есть предлагает, естественно, губернатор это согласовывает. И после этого начинается вот этот процесс. Принимая генплан, вот этим большинством из Единой России, они фактически плевать хотели на то, что нужно заниматься сельхозпроизводством, лишают всех рабочих мест и огромные территории переводят под жилищную или под другую застройку. Есть еще один механизм, который был, но сейчас уже не используется. Когда-то главы, например, районов имели право менять назначение земли с сельхозпроизводства на садоводство. А садоводство у нас, как известно, это практически ИЖС, то есть мелкие жилые дома, то есть коттеджи можно построить. И поэтому сейчас никто, вот если сейчас взять, посмотреть 1991 год, сравнить с тем, что сейчас, ну за 30 лет произошло, за 29, ты обнаружишь, что практически вся московская область превратилась с земли для застройки. И кстати, вот эта вот идея губернатора Воробьева о том, что сделать только городские округа, убрать сельские поселения, убрать районы и сделать только городские округа, это говорит только об одном. В будущем он видит всю нашу территорию, это застроенная территория, такая, большой Париж или, не знаю, там, большой. Париж же, извиняюсь, 4,5 миллиона человек. Ну я на другом. 6, может быть. Нет. А в московской, если это осуществится, в Москве будет и у ООО, и прилегающих окрестностях порядка 20 миллионов, наверное, проживать. Ну, говорят так, деньги не пахнут, но основные коррупционные схемы были всегда в московской области связаны либо с землей, либо с разрешением строительства, мы это знаем. И поэтому они богатеют, и богатели всегда, и люди, которые этим занимались, которые близки были к губернатору Борису Елычу Громову, которые сейчас близки к Воробьеву, огромные территории застраивают, это же понятно, что они делают не в ущерб себе. То есть вы, получается, с ОООО, последний оплощатый? Ну да. На протяжении уже сколько, вот последних пяти лет, это точно, мы как будто бельмом в лозу, потому что мы занимаемся хозпроизводством. Новый губернатор пришел, сначала мы просто получали предложение от различных коммерческих структур, таких как самолет, ну там есть еще... Самолет — это структура, в которой, говорят, имеет прямое отношение к губернатору Москвы. Ну, насколько я знаю, по крайней мере, из средств массовой информации, Максим Воробьев, его брат, имеет прямое отношение к нему. Но то, как самолет получает разрешение строительства, это, как бы так, сразу вызывает вопросы, что это близкая структура к области. Потому что, например, мы два года согласовывали, не получали разрешение строительства, потому что, видите ли, мы не могли один дом согласовать с аэропортом. Ну, или там нам ставили в вину это, хотя на самом деле это не нужно было. А вот огромный массив пригород-лесное, разрешение строительства было дано без согласования с аэропортом. Потом, когда вот этот аэропорт стал ссылаться на постановление губернатора Громова о том, что там есть шумозащитные зоны, шумовые зоны, это постановление было Воробьевым отменено, и сейчас самолет строит без всяких проблем. Хотя на самом деле это наша проблема, потому что через наши земли они хотели провести газопроводы и водопроводы. И мы говорили, что бесплатно это не получится, вы должны как минимум заплатить нам компенсацию, но платить они не захотели, не умеют, и поэтому, судя по всему, на нас и наехали в том числе. Еще одна ваша проблема, Павел Николаевич, из совхоза, что вы не члены Единой России, не активисты Единой России, а связали свою судьбу с КПРФ, с левопатриотической оппозиции. Вы не жалеете об этом? Нет, нет. Почему? Если я живу по этим принципам, почему? Ну, если вот сидеть, допустим, где-нибудь в первых рядах кием-съездах, там ловить глазами большое начальство, так, чтобы оно благосклонно кивнуло, то, наверное, проблем было бы поменьше. Ну, давай так, я же был членом Единой России, я с Аблиным общался, мы были членами, но в определенный момент я понял, что партия, в которой я находился, она совершенно другие задачи перед собой ставит. И можно сколько угодно говорить, но по делам же видно было, что на самом деле эту партию, к сожалению, и для меня, и для всех остальных, не просто назвали партией жуликов-варов. Это действительно так. Я могу это прямо доказать на примере нашего района. А вот, другое дело, что ты должен либо поступиться принципами, как ты помнишь, либо поступиться партией, потому что если твои принципы расходятся с принципами партии, ты должен уйти оттуда. Ну, я это и сделал. За что, конечно, получил по полной программе. Потому что человек, который своим действиями доказал, что можно жить по-другому, ну, ясно, что они любовь не вызывают у партии, из которой ты ушел. Другое дело, что у нас время от времени всегда, когда я выдвигался на выборы, с помощью тех же миноритарных акционеров, с помощью клеветы, они нас, как бы сказать, снимали с выборов, там, различными способами удаляли из политического поля, но потом оставляли в покое. А сейчас, после последних выборов президенты, они просто не оставили нас в покое, и решили, как бы сказать, их интерес политический совпал с интересом экономическим. Потому что, по большому счету, одно предприятие, которое не подконтрольно либо какой-нибудь эллигархической группировке, либо не подконтрольно, там, скажем так, бандитам, если по-другому сказать, но нет, и они просто решили нас уничтожить. Вот и все. Просто это удивительно, что мы два года еще, ну, благодаря, конечно, Геннадию Андреевичу, Юганову и КПРФ, мы еще как-то сопротивляемся, бултыхаемся, хотя вот осталось один, последнее решение, которое позволит им взять контроль над предприятием и после этого уничтожить. Поход в президентскую кампанию не вызывает теперь, как бы, сожалений? Ведь если бы, как бы, не бросить такой вызов первому лицу, фактически, а на самом деле это же было конкурент, именно в борьбе за президентский пост, так называемому первому лицу, то, может быть, и не было бы таких проблем тогда? Или они все равно были бы? Нет, они были бы все равно. И я больше тебе скажу, у меня такое убеждение, что если бы не было похода кандидатов в президенты, то я бы, наверное, как и все многие другие мои коллеги, уже давно бы сидел бы в тюрьме и подписывал бы документы, и после этого меня бы пускали. Помнишь эту фразу президента о том, что 200 тысяч человек бизнесменов посадили, отжали бизнес, потом отпустили без уголовного дела? Но, скорее всего, это наш путь, к сожалению. Именно поэтому 91% опрошенных экспертов и предпринимателей считают бизнес в России опасным делом. Именно поэтому 71% считают, что судами ты никогда не добьешься справедливости. Потому что у нас криминальная система. У нас обязательно за каждым рейдером стоит либо сотрудник Федеральной службы безопасности, либо каких-то правоохранительных органов, либо какой-нибудь губернатор, который вроде бы не должен заниматься тем, чтобы развивать страну, развивать там территорию, а он на самом деле гробит практически все предприятия, которые приносят деньги. Я как-то рассказывал, мы крупнейший налогоплательщик, нам губернатор Воробьев подписывал благодарственные письма, что мы крупнейший налогоплательщик Московской области. И после этого какую помощь мы получили? Бюджетной никакой. Помощь в том, чтобы защищать наши интересы? Нет. К нам прибегают судебные приставы, которые пытаются в нарушение закона просто даже запретить обыкновенное собрание акционеров. Хотя там ничего криминального не было. И ты сам был свидетелем этой истории. С автоматами против трактористов пытаются устроить... Слушай, причем это видно, что это даже... Не думаю, что именно президенту или кто входит в число людей, которые с ним общаются, выгодно наезжать на совхоз. Но есть экономические... То есть это как волки. Они ничего не производят, они все им что-то должны съесть и вроде как потом голодные опять побежать куда-то, чтобы что-то еще схватить. 70 тысяч промышленных предприятий, больше 50 тысяч средственных предприятий были разровлены за эти 20 лет. Это не потому, что... А там были плохие директора, плохие трудовые коллективы, их продукция была не нужна России. Нет, не поэтому. Потому что сама система наверх вывела тех людей в элиту, которые ничего не производят, а могут только разрушать, делить, ну и потом продавать металлолом. Это вот их любимое занятие. Продать землю, быстро вывести деньги за рубеж, после этого отправить туда своих детей и после этого благоуточно рассказывать, что они патриоты. Вот как в случае с Саблиным. Он же патриот. Но правда патриот с офшорами, с яхтами, со всем остальным. К сожалению, это так. Во всех практически последних мероприятиях серьезных КПРФ Вы, Павел Николаевич, в первых рядах. Как говорится, и приятно, конечно, верить в вас тем, кто является сторонниками. Но я думаю, что многих это раздражает. Как говорится, мы его душим, мы его давим, а он еще и в политику лезет. Мы ему намекаем, а вам же намекали, неоднократно и публично, и приватно, я уверен. Отойди, отрекись, отставь это все. Нет, вы там по-прежнему. Но что как бы движет лично, внутренне, вот этим все-таки желанием находиться в первых рядах именно той оппозиции, которая неприемлема для несуществующего режима, в рядах коммунистической оппозиции? Максим, слушай, вот опять, мы с тобой говорим, а мы же одинаковые. Ну что тебя заставило пойти на выборы в Владимирскую область? Именно потому, что мы не можем... Чувствую отвращение к этой системе. Конечно. Нельзя же, мы же все-таки патриоты, значит, нам, вот, допустим, у меня совхоз. Я всю жизнь тут прожил, тут работали мои родители, сестры, братья, дяди, тети. И общий стаж работников совхоза по фамилии Грудинин больше 280 лет. И мы все это создавали, представляешь? Огромный пласт работы. Отец у меня работал замдиректора, мать бухгалтером, сестра агрономом. Значит, сейчас мой сын работает, брат двоюродный. И мы все тут живем. Как нам не развивать собственную территорию? Что нам еще-то делать? И поэтому мы все вкладывали вот в совхоз. И мы пытаемся его защитить. Вопрос в другом. Для того, чтобы защитить совхоз, нужно не только, ну, скажем так, показывать своим примером, что можно даже в этих тяжелых условиях работать и жить достойно. Но и помогать другим. Вот, например, ты можешь выступать за то, чтобы не было вот этой пенсионной реформы. Почему? Потому что мы своим пенсионерам доплачиваем, ну, а вообще пенсионеры должны жить богато. Тогда тебе меньше нужно денег тратить на то, чтобы помогать пенсионерам. Если у тебя рабочий заболел, и ты вынужден там полмиллиона потратить на его операцию, то ты должен встать и сказать, слушайте, а где это бесплатная медицина, которая в Конституции была записана? Почему раньше, там, 20 лет назад мы не тратили денег на то, чтобы положить и сделать сложную операцию ребенка своего, работника или там еще кого-то? И мы фактически пытаемся своим трудом доказать, что можно жить по-другому, построили территорию социального оптимизма, и наши враги не могут ничего крыть, потому что, ну да, я тут видел фильм Навального про Саблина и про его огромный дворец, замок на Рублевке. Но у нас тоже замок есть, но только детский сад. Ты можешь прилететь весь мир, но найти замок, принадлежащий Грудинину, ты не можешь. А вот Саблину можешь? Павел, а вот такой мем, клубничный олигарх, он задевает? Нет, иногда это вызывает раздражение, потому что навозный олигарх, клубничный олигарх, или там олигарх, который производит консервы, ну какой же я олигарх? Олигарх, это, на мой взгляд, человек, который, ну олигархия, это крупный и очень крупный бизнес, связанный с властью. Ну скажи, я что, связан с властью? Или, например, какой-то, ну скажем так, крупный бизнес, 100 гектар земляники. Я видел предприятие в Германии, которое 400 гектар земляники и огромное количество, ну 6 тысяч тонн, производит. Их никто не называет олигархами, это фермеры. Я больше считаю, что я красный директор. Директор, который создал для себя, для своих работников, для пенсионеров, для детей, условия, ну не стыдно показать на Западе, да где угодно. То есть никто не может, приезжают к нам образные делегации, австрийцы, немцы, китайцы, очень много их приезжает. Мы им показываем, мы говорим, слушайте, вот если бы мы не свернули социалистического пути, вся Россия жила бы точно так же, как и мы. Лучшие школы, лучшие детские сады, бассейн, вот мы сейчас построили, физкультурный комплекс, потом я тебе покажу и приглашу, мы сейчас карантин снимут, мы сможем там поплавать. Причем это лучшие образцы, они все восхищаются. Причем такого же нет нигде. Найти где-нибудь детский сад, у которого есть, например, часы, которые бьют и фигурки русских сказок проходят по кругу, как там в ратушке в Мюнхене или в Праге. Такого же нет нигде. И мы построили, и все враги говорят, да, действительно, они построили. Ну хорошо, олигарх, а клубничный миллиардер? Тоже, в чем враги часто говорят. Клубничный миллиардер. Знаем мы, Шевченко, твоего клубничного миллиарда. Слушай, ну вот дай так. Мы все в плену каких-то иллюзий. Вот когда мои оппоненты, ну, враги, рейдеры, ну, скажем так, убедили мою бывшую жену в том, чтобы она передала им полномочия, она же отдала доверенность с Полихати, то вдруг обнаружили, что никаких миллиардов нет. И разделив все, что мы, что вот я заработал за всю жизнь, они получили 55 миллионов рублей. Хотя потом, если вот разбираться, то это деньги, взятые мной взаймы. У меня там просто горе, моя нынешняя теща в общем сложном положении. Я взял деньги взаймы, так они их разделили. Но не в этом дело. Никаких миллиардов у меня нет. Если не исходить из того, что земли совхоза, а у меня когда-то было, у меня было 44%, не считать вообще товаром. Я всегда говорю, слушайте, наша земля это не товар, это средство производства. И если не считать рыночную стоимость земли, то, конечно, как считать? У совхоза 8 миллиардов основных средств. Если у меня было 44% акций, то я, получается, миллиардер. Но с другой стороны, что такое 8 миллиардов? Ну, школа стоит 2 миллиарда. Ну, полмиллиарда стоит один детский сад. Ну, 300 миллионов другой детский сад. Парк, который ты видел по сказкам Пушкина, он стоит 300 миллионов. Им нужно много перечислять, можно там фермы оценивать, еще что-то. Ну, слушай, ну какой я миллиардер? Вообще, на самом деле, это невозможно продать. Если, вот, например, государство сделало бы одно решение, о котором, кстати, мы с тобой говорили, я предлагал это, и ты предлагал это сделать на Орловском экономическом форуме. Сделать так, что вся земля, она государственная. И отдается сельхозпредприятиям в аренду на 99 лет. И если сельхозпредприятие производит сельхозпродукцию, то у него эта аренда не прекращается никогда и пролонгируется. А вот если оно захочет перевести эту землю из сельхоз в не сельхоз, вот как мы это говорили, то автоматически вступает в механизм, что она перестает быть этому фермеру, скажем так, в аренду задается, а просто он получает компенсацию потери сельхозпроизводства. В общем, это было в Советском Союзе. Мы же тоже нас изымали земли, но в этом случае она была государственная, эта земля, в этом случае компенсацию потерь сельхозпроизводства, убытки, упущенные в выгоду, получал совхоз, а земля никому не продавалась. Она изымалась для государственных нужд. Вот и все. И этот механизм, который применяется, кстати, в Китае, в многих странах мира, где нет свободного хождения земли сельхоза, и нет коррупционной составляющей при переводе этой земли, и, кстати, об этом недавно Брамченко как-то сказал президенту, это месяц назад было, что что-то такое, он сказал, надо прекратить это дело. Очень просто. Принять предложение КПРФ, национализировать всю землю, ну, кроме, конечно, садовых товарищей, дачных, фермерских хозяйств, потому что они мелкие, и тут нет никакого смысла в этом, ну, как это сделало в Китае, а вот крупные все, ну, сказать, ребят, это не ваша земля, это земля государственная, это средство производства, и мы бы с удовольствием на это пошли, потому что сейчас мы же видим, что рейдер идет только с одной целью, захватить земельные участки, ему что думаешь, школа нужна, или детский сад, или фермы? Нет, ему нужны коммуникации, земля, и все, и это понятно, и поэтому государство само, ну, государство, чиновники я имею ввиду, само создало такое законодательство, которое позволяет гнобить фермеров, ну, мы с тобой знаем, Краснодарский, в общем, везде, где хоть как-то выгодно заниматься сельским хозяйством, или рядом с крупными городами, где есть выгода перевести землю из сельхоз, не сельхоз, везде происходят вот эти рейдерские атаки, и мы последний оплот, вот, и можно меня обзывать кем угодно, клубничным олигархом, еще кем-то, но я всегда говорю, слушайте, олигарх рано утром в телогрейке выходит на работу и приходит поздно вечером, он живет в том же доме, что и трактористы, его дети ходят в тот же детский сад и в ту же школу, что его работники, значит, и он живет на зарплату, они получают дивидендов, а мы 25 лет дивидендов не получаем, но мы два раза их получали, в виде увеличения акций, это было, а вот чтобы наличными деньгами, там, на расчетные счета, у меня вызывает, знаешь, улыбку, когда мне говорят, а у вас офшорные счета, ну, слушайте, ну, найдите хоть один счет, он говорит, да, они были заграничные, и об этом Геннадий Ильич говорил, что в этот момент нужно было лечить человека за границей, потом я их закрыл, и у меня никогда нет, ну, если даже, это же не офшорные счета, ну, да, офшорных никогда не было, в тех странах и тех банков, которые не считаются отшорными. Но, тут другая история, мы же видим, что вообще фейки, распространяемые по центральным каналам, стали уже, знаешь, как мы когда подали в суд на первый канал, и было ясно, что они не могут доказать, что у меня там 7 миллиардов каких-то, знаешь, что сделал судья? Он сказал, что вы не доказали сам факт выпуска этой передачи Малахова, то есть мы как будто бы в суде не смогли доказать, что эта передача, которую видел вся Россия, она вообще была в эфире. И на основании этого нам отказали. вот на фоне этого всего, готов ли ты, Павел Николаевич, идти и бороться дальше? Идти, вот у нас ожидают выборы 21-го года, впереди 24-й год. Ты стал для многих людей в стране символом, символом борьбы. И, конечно, были люди, которые поддались на эту пропаганду, да, но ядро 17-го, 18-го года, для которого Грудинин был символом обновления, символом борьбы. Почему власть так испугалась? Она реально испугалась. Она реально испугалась модернизации левой оппозиции. Что в левую оппозицию пошли люди, связанные с реальным производством, с реальным бизнесом. Пошли журналисты, подобные мне, которые на федеральных каналах работали когда-то. То есть, перемещаются как бы энергетические слои политики сюда. Готов продолжать борьбу? А помнишь наша пресс-конференция полгода назад или год о том, что я сказал, что если КПРФ выдавит меня опять в депутаты государственной, в депутаты областной думы, в президент куда угодно, то я пойду, потому что я считаю, что мы движемся не по правильному пути. нам вообще менталитету русского человека больше близок к социализму, на мой взгляд. И то, что сейчас происходит, в том числе и в пандемии, вот эта вот ситуация, связанная с медиками, это еще раз показывает, что мы были правы. Что надо принимать все предложения, которые тогда входили в программу «20 шагов», в твою программу, которая во Владимирской области была. И если бы тогда нас послушали, сейчас бы мы не находились в таком тяжелом положении. Я считаю, что мы были абсолютно правы, скажем так, нам помешали, но не в этом дело. Мы должны все-таки, если мы хотим лучшего развития нашей страны, то мы должны бороться за это, за наше правое дело. В борьбе придешь, ты просто. За наше левое дело, я бы сказал. Ну, хорошо. За наше левое справедливое дело. Хорошо. В борьбе за левое идеал и идеологию. Вот. Да. Смысл социалистического политического действия в точности формулировок. Именно вокруг точности формулировок всегда в марксизме кипели самые большие споры, самые большие дискуссии. Но весь теория, а есть практика. Понимаешь, как? Я думаю, что мы представляем опасность с тобой для того, чтобы не просто говорим, мы еще и делаем. Еще раз, на мой взгляд, вот то, что сейчас происходит с совхозом, это просто, еще раз, скажем так, подтверждение того, что наличие совхоза как крупного, успешного предприятия, где самая высокая заработная плата, где самые большие льготы для пенсионеров, где самые большие льготы для детей, где социальные проблемы отсутствуют, все это показывает только одно. Они хотят это уничтожить, чтобы не было такого примера. Мы пытаемся этому помешать вместе с КПРФ, с Генем Андреевичем, потому что, конечно, он предлагает огромное количество усилий. Он уже столько писем написал, правда, ему не отвечают во все инстанции, во всех средствах массовой информации ГАИ-то совхозе. Ну, а мы отвечаем тем же, потому что лучшие показатели, которые есть в России, это у нас. Это ни один брак не может опорочить. По-сталински, лучше оборона это наступление. да, другое дело, что мы, поскольку, знаешь, мы же все-таки по определению своему производителе. Есть воины такие, которые могут напасть, разрушить, но все, за ними должны прийти люди, которые что-то созидают. Теперь неприятный вопрос, а если все-таки они доведут до конца это все? Ну, скажем так, высоко поднимем знамя и умрем. У нас же есть пример варяга, помнишь? Все равно мы не сдадимся. Это вопрос, но превосходящие силы противника, и будем биться дальше. Но люди, я видел, вот когда приходили судебные приставы, то молодых рабочих, я так понимаю, это сотрудники, приходилось сдерживать, что люди кипели, кипели, причем реально такой классовой, скажем так, энергии, борьбы, люди готовы бороться, люди готовы бороться в прямом смысле, не в метафизическом смысле, не в смысле петиции писать, а прямо готовы не пустить сюда противника. Это же история, потому что каждый из них точно знает, что благодаря совхозу, руководству совхоза, он получил квартиру, он получает заработную плату, его дети ходят в лучшую школу, в лучшие детские сады, он это оценивает. И несмотря на, как будто я кажусь, что инертность наших людей, я имею в виду вообще, все равно, когда они поняли, что от этого зависит их будущее, они все пришли. И их никто не звал, мы же никого... Были настроены достаточно бодро. Вот, но потому что мы же все тут, знаешь, огромное количество людей, живущих в совхозе, которые оценивают это, хотя только недавно приехали, там 10 лет назад, оценивают, сравнивают с тем, как живут их родители, как живут их друзья и видят, что жизнь здесь гораздо комфортнее и лучше, и все это благодаря хозяйству. И поэтому они все пришли защищать нас. Люди готовы бороться за свои права. Конечно. И слушай, наоборот, вот ты должен понять, их приходится сдерживать. И часто, вот давайте перекроем Каширское шоссе, еще что-то приходят люди, и они хорошие, они никакие не экстремисты, просто они уже не знают, они доведены до отчаяния. И они готовы делать что-то. Знаешь, какое количество, петиция в защиту совхоза за, по-моему, два или три дня набрала 40 тысяч. А я никого не просил, никто этого вообще не рекламировал, но огромное количество машин, например, едет с надписями сзади руки получатся совхоза. Люди просто сами, без всяких уговоров или там каких-то денежных посолов пошли и встали в пикет около областного суда, когда рассматривалось абсолютно неправедное дело. Ну, несмотря на это, судьи... Слушай, самая большая проблема России, то, что власти вообще плевать на людей, на народ. И все приводят, многие вот из так называемой элиты теперешней приводят в пример Советский Союз, что там к людям плохо относились. Нет. Никогда. Если трудовой коллектив выдвигал какие-то требования, никто не мог, как бы сказать, игнорировать это. Наказывали и руководителя, и тех, кто довел до такого состояния, но ситуация менялась. Она сейчас другая ситуация, когда, например, медики выходят с плакатами, что нам не выплачивают, и их привлекает правоохранительный орган за экстремизм. Ну, это вообще нонсенс. Они, послушав главу государства, требуют свое, что ему обещано, а им вместо этого уголовные дела. Или там обвинения в каких-то экстремистских действиях. И это уже, я тут недавно видел задержание по интернету, человек, который просто вышел без маски. Слушай, его как, не то что врага народа, а вообще, как будто он террорист. И чуть ли не шею свернули. А что это, народная полиция так себя ведет? Чтобы милиционер раньше так себя вел с любым самым простым работником, уж не говоря там о адентом, хорошо интеллигентном человеке, такого не было никогда. И поэтому мы куда-то вообще в другую сторону ушли. Я имею в виду, с точки зрения демократии, вообще отношений между людьми. Попасть сейчас в полицию, на мой взгляд, страшнее, чем попасть к бандитам. Ну, так получается. Потому что те кто-то хоть по понятиям как-то рассуждают, а эти просто потому что ты вышел на улицу, ты виноват. Так не бывает. Спасибо большое, Иван Николаевич, за эту беседу. Будем постоянно встречаться, поддерживать все, естественно, люди, которые смотрят все левые оппозиционные каналы в Ютубе, поддерживают совхоз. И знаете, что могу сказать совершенно ясно, что рука миллионов, я уверен, что это миллионы людей, ваши избиратели, другие люди, что они рядом с вами и рядом с совхозом имени Ленина. И что я думаю, многие, исходя из истории совхоза имени Ленина, сделали выводы для себя и о ситуации в стране и о ситуации в регионах. Я думаю, мы не один раз еще будем встречаться, разговаривать. Желаю удачи и спасибо большое за это интервью. И я могу сказать сразу, Максим, спасибо и тебе, и всем, кто нас поддерживает, потому что без вот этой народной поддержки, ну ты же видел, как это было и в совхозе, и без всего мы бы, конечно, не выжили. Уже два года мы боремся. И поэтому спасибо всем за эту поддержку, за то, что мы получаем огромное количество добрых слов и по интернету, и в письмах. Спасибо всем и мы с вами. Мы не зададимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!